Да у меня не вопрос, а просто интересно ваше определение. Значит, смотрю ролик, что один солдат там где-то, ну, с войны, который там, или в Вишневском, или где-то там, ну, умирает, и на всех этих стеклах выплатила икона Божьей Матери, вот патриарх приехал, сказал, это Божья Матерь его забрала. Я говорю, вопрос какой, неужели такое ослепление, что даже патриарх поддерживает эти вещи, что вот они в рай попадают, вот как вы определите, ну, дайте определение тому всему, что это такое, специальное, что ли, или действительно слепота духовная? Знаете, был однажды такой человек, он лекцией выступал, что Бога нет, ну, один там встал и говорит, вы вот столько знаете, внимательно только выслушайте, он говорит, вы знаете все, что и Бога нет, и на небе нет, и ангелов нет, а вот я пастух, вот корова лепешками оправляется, а овечка орешками, почему, он говорит, не знаю, но если ты в дерьме не разбираешься, что ты тут-то знаешь? И второй вопрос, почему у мужчины усы есть, а у женщины нету? Он опять говорит, альтер, не знаю, ты с соплями своими не разобрался, а что ж ты на небо лезешь-то? И он посрамил этого лектора перед всей страной, не наше дело это знать, что он сказал, ну, если даже сказал, ну, и только делов, он отвечает за свои слова. Я этого никогда не буду говорить и знать не знаю, откуда, мы ничего не знаем. Это все тайна Божия. И он сказал, да не обращайте на это внимания, никогда, не надо, не трогайте, эта тема закрытая. И второй вопрос, Игорь Ильич, вот вчера там после службы по литургии, вообще наш наместник там, говорит, вот, зачитал письмо этого митрополита Павла Хатемасийского, и, то есть, вот он, наш гражданский долг пойти наголосовать, я так слушаю, думаю, ну, интересно какие-то вещи, уже непонятно, что только вы думаете. Я думаю, как бы, я уже определился, никуда я голосовать не пойду, зачем тебе надо. Все уже заранее там определенное. Я вспоминаю, когда Рейгана избирали, а его не избрали, а у них собирается клуб там, масоны. Ну, и он такой огорченный, который руководит клубом, подошел, а еще только избирает предыдущего, еще через четыре года только будут выборы. Он подошел, похлопал по плечу и говорит, Роня, не печалься, следующий ты будешь. А там еще демократическая партия, еще будут там бороться, фонарики загораться, все это фикция. Не надо на это смотреть, я никогда не голосую. Я не голосую, но я молюсь, чтобы добрый был правитель, чтобы он не угнетал народ, чтобы люди думали о будущем своем, о вечности. Вот и все, спокойная жизнь. Вот мы молились, чтобы не было смуты, мятежей. И поминали двух, одного Алексея, другой Илья. И Бог, услышав нашу молитву, одного нету. Вот и все. Спасибо Христосу. Аллилуйя. Аллилуйя. Надо с Богом держать прямую связь. Живой Бог живому человеку отвечает живыми словами. Там вопрос задается. Давайте. Игнать Игоревич, это Алексей Лаптев. Вот у меня вопрос такой. Что такое слово поэма? Поэма, что это такое? Поэма? Да, что это такое поэма? Поэма. Ну, я не знаю, это вы говорите о книге. Большая поэма, это большое стихотворение в стихотворной форме поэма. Не, я просто в интернете фильм нашел, русский крест. Вот это поэма. А, русский крест. Ну, они там, как остались эмигранты, и что там было, и сколько они переживали. Я видел это. Я был в Америке, когда там, кажется, там показали. Но это не на реальных событиях, да, в фильме? Никакой роли на меня это не влияет. Это о будущем. Все еще они скорбят, что не так получилось. Когда пришла революция, они решили объявить белый террор. А их вышибли. А красный террор продолжался до самой последней минуты. 66 миллионов уничтожили внутри страны. Это мало? Вот так. А патриарх Тихон не благословил на это ответное действие. Вот и все. А они сказали, поэма там, никакая не поэма, горе луковое. Спасибо, Христос. Аллилуйя, будьте спокойны. Это все они там тоскуют. Ностальгия о прошлой жизни. Ой, как было хорошо там при царе. Да, было лучше, но не совсем хорошо. А то не знали, в Одессе начали евреев уничтожать. Сколько их таких погибло? Да царь вызвал, но только сказал, еще одного тронете. Вот, веревкой будете висеть. Как Петр Первый сказал. Если своровал даже на одну веревку, на этой веревке я повешаю его. Однажды Петр Первый стал говорить о том, чтобы не воровали. А секретарь, который писал, перестал писать. Он говорит, а почему не пишешь? Да тогда ты не царь. Как так? Ну тогда если за веревку, которую человек имеет, своровал, и ты на этой веревке повешаешь, так всех вешай. А мы двое только не воруем. Какой ты царь, когда подчиненных не будет? Вот хорошее. Салтыкова Щедрина надо считать. О чем пишет Достоевский Петр Михайлович? Десятилетние и уже развратные. Десятилетние и уже развратные. Вот биография. А вспомним, когда в 1905 году еще война была. Николай Касаткин, епископ русский был в Японии. Он ужаснулся, когда стали в плен брать русских-то. Русские вообще и бога не знают. Совершенно. Икона там подошел, поцеловал, лбом боднул и все. И он об этом написал. Мы сейчас эти письма считаем с великим удивлением. А как надо? По-новому, по завету. Враг голоден, накорми его. Жаждет, напой его. И делая сие, соберешь ему угли горящие на голову. Но этого нет. Как Максим Горький говорил, враг не сдается, его уничтожаем. Но это не наш лозунг. Вот вы сегодня нас услышали. И больше к выборам не прикасайтесь. Нас это не касается. Это мирское. Да, гражданский долг, возможно, сдает мне. Но я могу не пойти. Я имею право не пойти. И все. А подсказать я могу. Вот сейчас я готовлю тут. Я дома и привезли тут. Сейчас я пока покажу. Вот тут кандидаты. Положили и сказали, голосовать надо. Ну да, голосовать надо. Не знаю, видно, нет. Кандидаты. Ну и все. А вы за кого бы? Да что ты говоришь? Я не хожу. Никогда. Все это обман. Я доверяюсь Богу. Поставили такого, который страну уничтожает. Один праведник молился, а такой фока захватил царство. Царь, царь Иисус Христос. Да. И теперь, что делать? Господь говорит, я бы дал хуже царя, но не нашлось. И Бога не искушай, больше не спрашивай, почему такой царь. Ну, царь там, президент, разницы нет. Наше дело молиться, дабы жизнь переводить в тихую, безмятежную. Вот как. Все на этом. Так, никого больше нет, отхожу. С Богом.